В ауле Кызыл-Октябрь большой спортивный праздник. И Старый Млад, отложив все свои дела на потом, спешат занять удобные места, чтобы посмотреть на состязания по одному из самых древних видов спорта Тутуш. А для участия в турнире съехали 150 спортсменов со всего Северного Кавказа, среди которых чемпионы мира по борьбе на поясах. Открытый турнир посвящен памяти Магомеда Хусеевича Чучаева, который рано ушел из жизни, но успел заслужить уважение от насельчан, запомнился добрым, воспитанным человеком, который очень любил спорт и частенько участвовал в различных состязаниях. Отслужив в вооруженных силах, Магомед Хусеевич окончил инженерно-строительный факультет Политехнического института, но жизнь его оборвалась в автокатастрофе. Имам аула Шарафуддин Кипкеев поприветствовал собравшихся и совершил обряд ТУА. Четыре года он у меня был учеником. Класс замечательный. У него высокое чувство справедливости было, доброта в нем хлынула просто вот из края вот шла у него. Прекрасный парень, надежный товарищ вырос и рос в таком большом ауле, где все братья и сестры не только по крови, но и по духу. Пусть земля ему будет пухом. Дай Аллах, чтобы вот этот турнир продолжался еще. Я думаю, что от имени Федерации борьбы России я уверяю вас, что мы его включим в календарный план России. Каждый год он будет проходить, к тому же с присвоением мастера спорта России. Очень приятно, что сегодня становится традицией, что мы почитаем и вспоминаем наших друзей, близких, братьев, тренеров вот такими хорошими мероприятиями. Дай Аллах, чтобы организаторы этого турнира проводили его часто, радовали нас вот такими хорошими мероприятиями. Всем вам долгих лет жизни и здоровья. Огромную благодарность нашему дяде, родному брату нашего отца Юсуфу Чучаеву, из которого не было бы этого мероприятия. А также хочу поблагодарить всех гостей и участников, которые почтили нас своим присутствием. Гости мероприятия и легенды спорта. Серебряный призер Олимпийских игр Калой Картоев и двухкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдул Рашид Садулаев. Саламу алейкум, дорогие друзья, уважаемые гости. Приветствую всех участников соревнований. Очень отрадно сегодня находиться на земле Братской Республики Карачаево-Черкесии. Двойне приятно сегодня присутствовать на этом замечательном турнире и с большим удовольствием наблюдать за красивой борьбой наших спортсменов. Я хочу поблагодарить тех людей, которые нас сюда пригласили, всех организаторов, которые организовали вот такой праздник для этих детишек. И я уверен, что отсюда выйдут немало чемпионов, выдающихся личностей. Поприветствовал участников известный рекордсмен Марат Узденов. Всем желаю удачи тем, кто проиграет. У вас будет мотивация быть еще сильнее. От карачаевского народа и жителей всей республики Марат Узденов преподнес в дар Абдул-Рашиду Садулаеву коня карачаевской породы. Жеребец по кличке Бадр. 2020 года. Три года жеребцу. Еще здесь один нюанс есть такой. Кто этот паспорт составлял, он не знал, что Садулаев Абдул-Рашид родился 9 мая. Жеребец тоже 9 мая. Спасибо большое. Главный судья соревнований – многократный чемпион Северного Кавказа, мастер спорта России по борьбе на поясах, воспитавший не одного чемпиона мира и зоолог изолоктябрь Умар Абдулаев. Вся судейская команда обговорила нюансы и состязания начались сразу параллельно на двух коврах. Достойно выступить и победить в честной спортивной борьбе, проявив лучшие человеческие качества. Мужество, благородство, настойчивость, вносливость, стойкость духа желали участникам турнира болельщики. Много работы в этот день было и у поваров, которые с утра готовили угощения для всех пришедших на праздник. А детям этот день запомнится надолго, ведь они сфотографировались с олимпийцем Абдул-Рашидом Садулаевым. На турнир приехали и одноклассники Магомеда Чучаева. На WhatsApp у нас группа. И вот с того дня, как появилось вот это объявление, каждый день готовились. Каждый день. Мы там должны быть, мы там обязательно должны присутствовать. Внимание. Очень добрым, очень отзывчивым. Он очень мягкий был. Он очень любил девчат нас всех. Он никогда не обижал. Но нас ведь тоже не обижал. Вообще у нас есть класс. Очень дружный был. Руководительница Полина Ибрагимовна вышла замуж. Мы всем классом плакали, а он успокаивал нас. Всем, кто участвовал в турнире, помогал в организации и пришел на праздник Благодарность выразила сестра Магомеда Чучаева Тамара Качиева. Он, конечно, не был профессиональным спортсменом. Но во время праздничных мероприятий, во время разных, даже в школе, он всегда занимался борьбой. Он был очень хорошим братом. Он очень любил жизнь. Был жизнерадостным человеком. Погода в этот день выдалась жаркой. Но на ковре было еще горячей. За зрелищными состязаниями, где в девяти весовых категориях за звание лучшего боролись спортсмены, наблюдали зрители. А за финальной встречей на ковре, которая определит абсолютного чемпиона турнира и обладателя автомобиля, следили абсолютно все. Лучшим в каждой весовой категории вручили денежные вознаграждения в размере 100 тысяч рублей. За вторые места 50, а третьи – 25 тысяч. Первые места в различных весовых категориях заняли Роберт Бачаев, Руслан Науддинов, Ислам Лайпанов, Азамат Татааркулов, Расул Адиев, Арсен Мусалаев, Рустам Кубанов. Отмечены были денежными средствами и тренеры победителей. Приз за волю к победе получил Али Кипкеев. За лучшую технику – Руслан Науддинов. А приз зрительских симпатий достался Гаджиусе Садуеву, и специальный приз от организатора вручили Мерзабеку Мусотову. Приз абсолютного чемпиона автомобиля выиграл Арафат Баташев из заула «Новая джигута». Впечатления весьма приятные от того, что собрались на праздник, поддерживают спорт на шире с улики. Вот такие люди. Аладинаева, Мурат Кемерюгов, Вести, Карачаево, Черкесия, Аул Козылоктябрь.